Имя лучшего лесного пожарного выяснили на всероссийском конкурсе. Своё мастерство показали 25 специалистов из разных уголков страны. Рязанскую область представлял победитель регионального этапа Владимир Земченко. Молодой человек проходит федеральный тур уже третий раз. Очень много нюансов, норм всяких, сколько тракторов под уколон, не под уколон, всякие такие. Нюансов очень много, мелких, которые все путаются в голове. Конкурс проходит в три этапа. Сначала участники сдают теоретические основы лесопожарного дела. Нужно правильно ответить на 30 вопросов. Билеты уже учить проще, уже третий год подряд одной тоже учишь. Меньше волнуешься. Первый год седьмой место занимал, в прошлом году четвертое. Надеемся на лучшее, конечно. Второй этап – спортивное многоборье. На время пожарные должны 30 раз отжаться, пробежать 100 метров с техникой для тушения, она весит почти 20 килограмм, и затем 8 раз подтянуться. Самым зрелищным этапом стало преодоление полосы препятствий, которая имитировала ветровалы, лесосейки, заболоченную и труднопроходимую местность. В тушении условного лесного пожара разрешалось применять бедзопилы и мотопомпы – ранцевые лесные огнетушители. Каждый год самое сложное – это полоса препятствий. Все внимание там нужно, без ошибок, без страшных баллов. Андрей Зуев, инструктор парашютно-пожарной группы авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа, занял первое место по итогам трех дисциплин. Рязанец же оказался на седьмой позиции. Стоит отметить, что конкурс «Лучший лесной пожарный» – это единственная в России возможность обмена опытом между специалистами из разных регионов страны. Это популяризирует как раз профессию, очень важную профессию для нашей страны, для Российской Федерации, учитывая, что самые большие площади лесов сосредоточены на территории нашей любимой страны. Поэтому хотел бы отметить важность этой профессии и важность проведения таких конкурсов. К счастью, в этом году в Рязанской области пожаров практически не было. Однако осенний сезон может преподнести неприятные сюрпризы. Опыт других регионов поможет нашим пожарным действовать быстро и эффективно.